Всем доброго времени! Меня попросили рассказать, как же все-таки сделать опряд, воспользовавшись затмением солнечным, на отвращение к сладкому, к булочкам, к сдобному и так далее. С одной стороны, казалось бы, это легко, то есть поставить, например, табу рунами, допустим, да, табу на то, на то, на то, но если мы ставим табу и не оговариваем, например, что без вреда вполне возможно могут такие открыться заболевания, когда человек просто вот не сможет уже это есть из-за болезни, там, диабет, сахарный и так далее. Поэтому так тоже не советую. Так что же все-таки можно и стоит сделать, если вы ждете затмение солнечное, ну или не ждете, просто знаете, что оно будет. Я, например, не против иногда там конфетку какую-то съесть, это такое дело, но вот выпечка, такие вот замечательные маковики, вот такие вот всевозможные сдобные штучки я очень люблю. И вот для того, чтобы вызвать, во-первых, отвращение, во-вторых, для того, чтобы привязку к себе, нужно либо ноготь свой отрезать и положить прямо туда, либо волосину. Ну, люди, тут фантазия у каждого своя, меня устраивает моя волосина, вот на этих замечательных булочках. Вы можете свой ноготь туда вложить, вы можете кто-то, я не знаю, слюну, кто-то еще что-то, тут фантазия безгранична. Да, это может быть очень отталкивающе, кто кушает, простите меня, пожалуйста, но тем не менее, вот именно вот такая установка очень хорошо психологически нас может остудить и закодировать против приема вот таких вот. То есть положите волосины, отрежьте ноготь туда, и тут даже дело не в каких-то волшебных словах, абракадабрах, тут именно работает, во-первых, естественное отвращение, плюс время, время, когда идет затмение, все получается, вот от чего мы избавляемся, у нас есть намерение посыл, оно остается в прошлом. Естественно, вы можете вот в момент затмения посмотреть на это все и в момент затмения выбросить, избавиться, вот главное не пропустить, сказать, я вместе с затмением избавляюсь от этого, и своей жизни, и всегда, когда мы от чего-то избавляемся, мы должны еще подумать, сказать, что мы пускаем в свою жизнь, а пускаем в свою жизнь, например, занятия спортом, большое количество клетчатки, овощей, фруктов и так далее. То есть всегда, чтобы было равновесие, от чего-то мы должны избавиться, а что-то другое впустить в свою жизнь, в свою вселенную. Считаю, что полностью запрет на все-все вредное ставить неправильно, потому что те же фрукты сладкие тоже не содержат сахар, поэтому полностью на запрет сахара это опасно. Ну вот на булочке, да, вот так вот побольше притрусить, всякими неприятными бяками. Очень даже хорошо, очень даже рабочая. Надеюсь, что мне поможет. Ну, во всяком случае, вы сами сможете увидеть, работает этот метод или нет, глядя на мои результаты на экране. Всем хорошего вечера, всем желаю максимально комфортно и мягко перенести солнечное затмение. И, конечно же, любите себя, любите свое тело. И если какие-то еще нужны видео интересные, пожалуйста, пишите, подписывайтесь на канал, пишите ваш опыт о запрете вкусняшек, о запрете сладкого, вредного, как вы добивались. Может быть, какие-то советы, секреты магические могут быть, психологические, разного толка. Можете поделиться со мной. На этом все. С вами была я, ваша Литка Гадалка, канал Ироничная Таро. Подписывайтесь на канал, будьте красивы, хорошего настроения и побольше вкусной жизни без, собственно, плюшек, без булочек, без пончиков. Чтобы у вас жизнь была вкусная без этого.